Здравствуйте, дорогие телезрители! Совсем недавно Арсен Гацей выступал на сцене Юго-Синьского государственного актового зала Юго-Синьского государственного университета. А сейчас мы берем у него интервью, он скоро уже уезжает, и мы решили воспользоваться ситуацией Арсен. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! А ты сам почувствовал тот шок, который был у зрителя? Я почувствовал, да, я почувствовал, мне... Ну, это же всегда приятнее неожиданно с чем-то столкнуться. Это и есть настоящие, наверное, эмоции зрителя, когда ты не ожидаешь, и от себя не ожидаешь, насколько ты можешь отреагировать на происходящее. Мне все понравилось, мне вообще нравится отдача вашего зрителя, нашего зрителя. Мне нравится, насколько все взаимно, то есть отдавая свои, свою энергетику, свою музыку, люди дают все же взамен сразу. Продолжаем наше общение с Арсеном. К нам присоединилась Люба, Люба, привет, однушка Арсен. Я уже задавала вопрос, Арсен, а сейчас вопрос к тебе. Если бы вас не поставили в дуэте на проекте Арсеном, ваша дружба бы произошла? Да, через призму того, что у нас очень много общего вообще в жизни. Думаю, да, мы бы познакомились в любом случае на проекте и подружились бы, потому что у нас его брат и моя сестра тоже в хороших отношениях, как и моя сестра с Арсеном тоже, так что... Все наблюдают за вами в социальных сетях, все знают, что вы дружите очень хорошо. А как сложились отношения с другими участниками проекта Арсеном? Со всеми мы в нормальных отношениях. То есть, да, мы, возможно, не дружим, возможно, не общаемся ближе, связь держим, всех видим, все на виду. Как мы у всех на виду, так и у нас все на виду. Ну, в одной сфере, как бы, варим все. Арсен, я знаю то, что у тебя брат тоже творческий человек, имеет отношение к музыке, и, кстати, я знаю, что он крутой фотограф. Расскажи о нем. Он закончил Лицей искусств, у него музыкальное образование, он играет на астинской гармошке, в совершенстве знает фортепиано, сольфеджио. Он максимально развитый человек в творчестве. Он, да, он, скорее, он не совсем фотограф, он собирает образ. Он, ну, сейчас называют это стилистами. И он, как бы, работает с образом, то есть, он работает над тем, да, чтобы создать образ, подать его. Он, наверное, лучше знает, что же с чем. Он видит кадр, он знает, как нужно сфотографировать. То есть, он, наверное, в силу того, что он не совсем ленивый человек, но, мне кажется, он такой, он себя чувствует творцом. И он не обязательно считает, что вот нужно как-то, он прикладывает к этому другой свой труд. Он старше тебя или младше? На 15 минут. Мы двойняшки. Двойняшки? Да. Можешь ли ты сказать, что он является твоим наставником? Да, конечно, могу. Я могу сказать, что он все в моей жизни. Можешь ли сказать, что вы тоже сам тот, кто и сделал, не тот? Да, конечно. Он мудрее меня, то есть, если я еще в силу своих обстоятельств чуть-чуть вот разнюсь в самом себе, он намного сдержаннее, он намного спокойней. То есть, ну, как и наставник, конечно, я всегда к нему прислушиваюсь. Арсен, у каждого человека в жизни бывает цель? Какая цель у тебя? Остаться в истории, как человек-музыка, как человек, создающий музыку, как человек, делающий музыку, как я. Вот я хочу остаться, я хочу остаться в памяти у людей, я хочу жить вечно. Все считают тебя прямолинейным человеком? Так ли это? Ну, я не совсем, я не совсем, я не со всеми прямолинейный. То есть, я с ним не знаком. Можно я скажу, Арсен прямолинейный только с близкими, потому что о близких он заботится, он хочет для близких как можно лучше и говорит это прямо. И его главная фраза, кто тебе скажет, если не я? Ну, а как, а как? То есть, я, допустим, я не знаю, я не могу сказать об этом. То есть, все злятся, то есть, все злятся, но меня это не волнует. То есть, мое дело сказать об этом, мое дело обозначить это, мое дело обозначить то, что, допустим, мне понимается больше. Я не знаю, имею ли я право считать, что я понимаю чуть больше, но так как я чувствую, так как я себя веду, мне кажется, что, ну, то есть, в этом есть что-то мое собственное. То есть, я не знаю, я, конечно, бываю иногда очень резок и бываю очень прямолинейный. Но я считаю, что это хорошо работает и идет на пользу человеку. Давайте проведем небольшой Блиц-опрос. Кто ты? Поверь. Как выглядит счастье? Ну, у меня нет образа, но я его могу почувствовать. Я знаю точно, как его, как сказать. Я знаю, что в счастливый момент я это почувствую. Что такое творчество? Большой мир. Чего ты боишься в жизни? Ничего. Самый лучший день в твоей жизни? Немердень. А что тебе стыдно? Много за что, да. Конкретного? Ну, конкретного тоже не могу сказать. Что-то вот конкретное я не могу сказать, что вот я помню, что мне за это стыдно. Я помню, что мной было сделано очень много всего, за что было, за что мне, ну, стыдно. Насколько честен ты сегодня был с нами по 10-балльной шкале? На все 10. Напоследок, с пользой нам песней, чтобы я насладилась и наш телесредствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok